Всем привет, господа товарищи! Сегодня предлагаю вам вспомнить ваш 2001 год. Вспоминайте, какими вы были 20 лет назад. Я вот, к примеру, покорял сердца одноклассниц и бесил местных гопников своим милированием и Сергой в ухе. В общем, чем бы вы ни занимались в далеком 2001, я точно знаю, какой трек не выходил из вашей головы. Бумфанк Эмсис вот герой нашего сегодняшнего ролика. Да-да-да, я знаю, что процентов 90 сейчас не поняли, о ком идет речь. Так что вот вам тот самый известный всем хит. Ракамакафо, бакамакафо, ватамакафо, как только мы не произносили эти слова, но все же продолжали подпевать. Сегодня мы расскажем о том, как сложилась судьба парней, подаривших нам легендарный фристайлер. Подписывайтесь на канал, хватайте печеньки до булочки и айда смотреть! Для начала стоит отметить, что парни уже тогда знали толк в необычном. Дело в том, что фристайлер это не обычный олдскульный трек, а скорее электронная музыка с динамикой хип-хопа. В то время это было невероятным музыкальным прорывом. Потому композиция и возглавила первые строчки хит-парадов. После сингла фристайлер основатели группы Рэймонд Иббэнкс и Исма Лапа Лайнер, вдохновившись успехом, выпустили совместно еще один альбом. Пластинка была выпущена в 2002 году, в попытке оседлать волну еще не остывшей славы фристайлера. Но, как это часто бывает, альбом получился не слишком успешным и достаточно невзрачным. Звуки остались интересными, но все ожидали того же драйва, что и в фристайлере. А получилась просто плоская музыка. После этого неудачного проекта Исма оставил группу. Потеря печальная, но весьма восполнимая. В коллективе появились другие парни, вставшие у руля пультов, бас-гитар и клавишных. Как результат, в 2004 году Свет увидел еще один альбом, созданный Boom Funk MCs. Нужно отметить, что этот альбом добился куда больших успехов, чем предыдущий. Среди треков оказался очень даже успешный и запоминающийся Turn It Up, который еще долго был на слуху. Но, несмотря на весьма неплохие успехи нового альбома, коллектив прекратил свое существование в 2005 году. После этого Раймонд Ибэнкс успел поработать с двумя коллективами. Двое других ребят, диджей Инфекта и Вилли Макканин, вели отдельный проект Boom Funk DJs, играя электронную музыку. Кстати, вот вам одна интересная подробность. Парни, ну, очень любили выступать в России и даже сами вели страничку ВКонтакте. Уж не знаем, чем их так зацепила русская аудитория, но любимый трек Freestyle действительно плотно осел в российских магнитолах того времени. Распад группы казался концом деятельности коллектива. И тогда, когда уже никто не надеялся на воссоединение, музыканты объявили о возобновлении карьеры. С 2018 года парни снова стали давать концерты, а на данный момент известно, что к выходу готовится новый альбом. Да, неизвестно, чем занимался ушедший в 2002 году Исма, но теперь он снова с Boom Funk. К слову, помните парня с дредами из клипа? Многие считают, что им был участник коллектива Исма. На самом же деле в клипе красовался актер Марла Шелман. Кстати, вот так выглядит этот парнишка. Ну, как парнишка взрослый такой 35-летний мужчина. Парень попал в клип благодаря своей матери, в прошлом манекенщице и директору модельного агентства. Сегодня от дредов не осталось и следа, а сам Марла трудится поваром и постит фоточки с котиками и пойманной рыбой. В 2019 году ребята решили переснять клип, что получилось весьма недурно. В общем, ничего не знаю. Хочу новый альбом и еще что-нибудь похожее на легендарный фристайла. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, чем запомнился вам ваш 2001. Все, всем удачи и ракомакофон!